Добрый день дорогие друзья, добрый день дорогие телезрители. В сегодняшней воскресной беседе мы с вами хотели поговорить о всей богослужебной структуре Святого Великого Поста, о его богослужебных особенностях, о тех особенностях, которые выделяют его из всего круга годичного, который совершает Святая Православная Церковь. Святой Великий Пост длится 7 недель, последняя неделя называется Страстной Неделей, а начинается Великий Пост с подготовительных недель, тех недель предуготовительных, которые нас вводят постепенно, подготавливают к Святому Великому Посту. Это неделя о Зоакхее, неделя о Матаре и Фарисее, неделя о Блудном Сыне, о Страшном Суде. И начинается Святой Великий Пост с очень важнейшего события, которое называется Прощенным Воскресением. Когда накануне Великого Поста, в воскресенье вечера, в конце Масленицы, православные собираются в храм для того, чтобы друг у друга, у родных и близких, заочно у тех людей, которые не присутствуют в храме, попросить прощения и положить правильное начало и правильный фундамент для Великого Поста. Как Сам Господь сказал, если Вы не будете прощать людям, то и Вам не простит Отец Ваш Небесный. И это является основополагающим моментом в нашей святой христианской жизни. Великий Пост начинается со строгих дней. Понедельника, вторника, среды и четверга. Когда в эти первые четыре дня вечером читается Великий Покаянный Канон Святого Андрея Критского. Исполнены примеры покаянной жизни праведников Ветхого и Нового Завета. Исполнены примеры, с одной стороны, падений, с другой стороны, восстаний из греховной бездны. Показывается пример покаяния и человеколюбия Божия. И в эти дни православные стараются быть за этими канонами Андрея Критского молиться. В эти дни потому, что они сугубым образом настраивают душу христианина на весь Великий Пост. Богослужебный пост, особенности всех недель Великого Поста, состоит в том, что нет Божественной Литургии в понедельник, вторник и четверг. А в среду и пятницу совершается так называемая Литургия Прежде Освященных Даров, которую составил святитель Григорий Двоеслов. Святые дары, тело и кровь Господа, они заготавливаются заранее в воскресный день. Делаются три акции, которые раздробляются в верном воскресении, а другие два в среду и пятницу хранятся на престоле в специально приготовленном для этих целей сосуде. И в среду и в пятницу во время Литургии Прежде Освященных Даров христиане причащаются заранее заготовленным святым анцем. В субботу и воскресный день Литургия, в субботу и Литургия Иоанна Златоуста, а в воскресные дни Великим Постом совершается Литургия Василия Великого. Вот поэтому она немножко продолжительней, чем в простой обычный воскресный день. Первая неделя Великого Поста сопровождается еще и, конечно же, общим покаянием, когда каждый человек старается строго провести первую неделю святого Великого Поста и завершить этот телесный пост и духовный, завершить великим очищением в Таинстве Исповеди и затем святого Печащения. И заканчивается эта неделя, этот воскресный день после первой недели Поста называется в Церкви торжеством православия, когда отмечается и когда празднуется утверждение на Седьмом Вселенном Соборе догмата икона почитаний, когда провозглашается и когда торжественно отмечается верность и истинность святого православия. Вторая неделя Святого Великого Поста посвящена святителю Григорию Палами, учителю молитвы Иисусовой в напоминании нам всем верным, что этот род, то есть род греховный, род бесовский, не выходит из человека только посредством молитвы и поста. И о внутренней молитве, к внутренней молитве направляется христианин во время Великого Поста. И она дана очень доступной форме для каждого из нас. И молодым, и пожилым людям, и здоровым, и больным, и мужчинам, и женщинам, и детям. Молитва очень краткая. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Эта молитва святыми осами названа Иисусовой молитвой, потому что имя Христа упоминается в этой молитве. И часто ее повторение просвещает ум человека, делает его недоступным для влияния другого ума. То есть сатана и дьявол, мы знаем, что это духовная сущность. Ум, наделенный волей и чувствами, и поэтому наш ум тоже духовен. И он имеет доступ к нам через наши мысли. И если наши мысли правильные, посвящены памятованию о Боге, тогда, имея светлый ум, мы имеем светлые слова и светлые мысли. И преподобный Иисус Аксейн сказал, что праздный ум – это седалище для дьявола. И поэтому праздность, мать пороков. И сугубо во вторую неделю поста церковь делает акцент на том, чтобы христианин был более внимательный к своей духовной жизни, посвящал ее внутренней молитве, потому что нам, святойцы, сказали, если нет внутренней молитвы, то нет вообще и никакой. Третья неделя Святого Великого Поста посвящена воспоминаниям крестных страданий Христа Спасителя. Она называется крестопоклонной. И как путник, который устал от дороги, пройдя большой какой-то путь, устав под пекущими солнечными лучами, старается укрыться в тени дерева, чтобы перекусить, чтобы немножко отдохнуть, так и христиане, так и православные люди в середине Великого Поста, глядя на древо, на крестные страдания Христа Спасителя, ободряются духом, потому что если Христос терпел такие страдания, то уж неужели нам, верным, нельзя маленькую сердечную жертву Святого Великого Поста принести в честь его страданий, в честь его долготерпений и в честь его любви. И наши церковные песнопения, которые говорят о величайшем и глубочайшем смысле Креста Господня, говорят нам следующие слова. Крест – красота Церкви, крест верных утверждений, Крест Царей – держава, Крест ангелов – слава, И демонов – язва. И в молитве ко Христу Церковь обращается такими словами «Ты, Господи, Трость креста Твоего, Обмакнув В красные чернила Твоей крови, Подсаски подписал нам Отпущение Грехов наших». Какие глубокие и поэтические, таинственные слова. И мы под сенью Креста, взглянув на страдательства Христа, вспоминаем слова преподобных оптинских старцев, которые поддерживают нас на этом крестном, узком, сугубом, терпеливом пути Святого Великого Поста. «Терпел Моисей, терпел Елисей, Терпел Илия, Так потерплю ж и я Вместе с моим распятым Христом». После крестопоклонной недели церковь отмечает и празднует следующее воскресенье, которое посвящено преподобному Иоанну Лестичнику, который написал духовную книгу, именуемую Лестницу, которая стала настольной книгой всех христиан. В ней в 30 ступенях показываются пути восхождения к очищению души и восхождению к Богу. И я каждому из вас, дорогие братья и сестры, рекомендую эту книгу к прочтению хотя бы по одной или две страницы в день, потому что эта книга раньше в древности во время богослужения прочитывалась за весь Великий Пост, а нам хотя бы прочитать ее в течение этого наступившего 2007 года. Особое богослужение есть на пятой неделе Великого Поста. В среду вечером совершается особое богослужение, которое именуется «Стоянием преподобной Марии Египетской». Это особое богослужение, когда канон преподобного Андрея Каицкого, который читалось и в церкви на первой неделе Великого Поста в понедельник, вторник, в среду, четверг на протяжении четырех дней. В этот день в «Стоянии Марии Египетской» прочитывается весь канон, который читался четыре дня, прочитывается за один раз. Еще и еще, возвращаясь покаянными мыслями и покаянными чувствами к этой великой покаянной молитве, способной любое, даже самое холодное и бесчувственное сердце и уснувшее с греховным сном пробудить к покаянию, к изменению и к очищению своей души. Читается и величайшее, и интереснейшее житие, жизнеописание преподобной Марии Египетской в этот день, на пятой неделе Великого Поста в среду вечером, а уже в пятницу вечером богослужение и похвала Пресвятой Богородице, когда Акафист, Матери Божией, поется всей церковью нараспев и отдается почитание Пресвятой Богородице, то есть той, которая послужила началу нашего с вами спасения, потому что она послужила своим естеством, своей природой, своим телом для рождения в этот мир Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это сугубо молитва покаянная нас настояние Марии Египетской и житие ее читается в этот день, чтобы вдохновить каждого человека и показать ему, что бездна милосердия Божия глубока к любому покаявшемуся грешнику. Поэтому Христос в Евангелии говорит, что блудники и грешники кающиеся идут спереди вас на следуя Царствия Божия именно кающиеся. И поэтому святые сынам сказали, что вы знаете, что наши грехи, говорит Англесичник, по сравнению с милосердием Божиим, как горсть песка, брошенная в море. Нет, говорит он, я все-таки, наверное, ошибаюсь, потому что море имеет предел, а глубина милосердия Божия предела не имеет. чтобы никто не отчаивался, чтобы никто не унывал, что у него за спиной такая неправедная, грешная, многогреховная жизнь, такая, какая она была у Марии Египетской, великой грешницы, но которая через покаяние, оставив свою жизнь, оставив грех, изменив свою жизнь, потому что покаяние, это не просто крокодилий, слезы, а неправильно прожитых днях, нет, этого мало. Писание говорит уклонись от зла и сотвори благо, она не только оставила грех, но она еще и совершила добродетель, добродетель целомудрия, поста молитвы непрестанного служению Богу. И эта молитва и этот пример Марии Египетской, он каждого человека способен вывести из состояния уныния и показать, что есть выход, что Бог пришел не праведников, но грешников призвать к покаянию. И эта неделя, неделя воскресный день после Иоанна Лестичника, это также посвящен Марии Египетской, это пятая воскресенье Святого Великого Поста, с которого начинается шестая неделя Святого Великого Поста. На шестой неделе Великого Поста мы вместе с Церковью Празднуем и отмечаем величайшие события в субботу мы празднуем воскрешение праведного Лазаря, а воскресный день будет посвящен входу Господню в Иерусалим, потому что народ, который видел это чрезвычайно необычайное чудо воскрешения четверодневного мертвеца, встречал Христа Спасителя, постелая ему под ноги ветви и одежды стелил, когда он въезжал в Иерусалим сидя на молодом осленке и стелили под ноги ему ваи, то есть финиковые ветви, а у нас в России не растут финики и пальмы, мы встречаем этот праздник с вербами и он как бы делится и состоит из двух дней субботнего и воскресного дня, как одно целое Лазарева суббота и вход Господень в Иерусалим, потому что мы совершаем и празднуем и вспоминаем одно событие воскрешение праведного Лазаря, а вербное воскресение и мы с вербами встречаем этот праздник входа Господень в Иерусалим, верба как символ жизни, потому что вот зима долгая, холодная и вдруг уже маленькие пробивающиеся почечки растения, вербы как символ с одной стороны с начала сна успения когда листья весной все опали а весной вдруг все вновь оживает и этот маленький символ говорит напоминает и нам что некогда такое же может произойти событие и с нашим телом с нашей жизнью казалось бы умирая мы не имеем надежды на восстание так же как и дерево умирая осенью казалось бы больше не оживет но однако же за осенью следует зима а за зимой приходит весна так и в нашей жизни у нашей с вами души тоже будет после зимы своя весна и в этой поэтической форме поэт Хомяков написал стихотворение посвященное этому событию воскрешению праведного Лазаря о царь и бог мой слово силы во время он и ты сказал и сокрушен был плен могилы и Лазарь ожил и восстал молю до слова силы грянет да скажешь встань душе моей и мертвая из гроба встанет и выйдет в свет твоих лучей и оживет и величавый ее хвалы раздастся глаз тебе сиянью отчей славы тебе умершему за нас умершему и воскресному уже совсем совсем веет светлым христом воскресением за входом господень в Иерусалим начинается сугубая неделя воспоминаний страданий господа и бога и спас нашего иисуса христа тебе умершему за нас умершему и воскресшему уже наступает преддверие светлого христово воскресения но перед этим будут тяжелые воспоминания страданий распятия господа и бога спаса нашего иисуса христа начинается страстная неделя святого великого поста страстная седмица это особые дни в нашей церкви когда мы вместе со христом проходим путь до его страданий до его голгофа и эти дни именуются в церкви великими великий понедельник среда четверг четверг еще именуется чистым четвергом потому что в этот день вспоминается установление тайной вечери причастия тела и крови господней когда вся церковь стремится в этот день причаститься святых христовых таинств а накануне в церкви было принято в среду совершать таинство соборования когда семикратным помазанием христианина священникам собора священников потому что эта таинство так именуется соборование или елея освящение потому что елеем помазывается голова и другие части тела в исцелении души и тела христианина а после соборования как раз и была исповедь а в сам четверг было святое почищение сейчас таинство собора невозможно в один день поскольку даже люди и работают в среду это не как раньше была возможность эти дни проводить только в церкви поэтому сейчас в течение всего великого поста заранее люди стараются пособороваться в этот великий пост и именно об этом для стареца Мроси Оптинский мы все немощны душой и телом поэтому не избегайте этого таинства которое дано церкви для того чтобы она помогала христианам верным вручевать их от душевных и телесных болезней утром причастившись в святых христовых таинств в чистый четверг христиане вечером после работы после своего трудового дня собираются опять вновь в храм чтобы услышать 12 страстных евангелий которые повествуют о последних днях нашего Господа эти евангелия обычно читаются в момент когда человек христианин держит в руках свечу она так и именуется четверговая свеча и потом домой уходя из храма в светильниках уносят зажженную свечу или лампаду чтобы потом придя домой этой свечой зажигать в течение всего года лампадку которая теплится перед иконой перед которой мы молимся и совершаем утренние или вечерние молитвы или другие молитвы и воспоминания того света евангельского света который мы с вами приобрели великий четверг потом сопровождает нас в течение всего года наступает великая пятница в это время церковь не совершает божественной литургии а совершаются так называемые царские часы и в середине дня выносится для поклонения верным плащаница Господа и Спаса нашего Иисуса Христа как воспоминания его распятия и его погребения погребения и лежания во гробе поклонение плащанице приносим мы великую пятницу и великую субботу и конечно же эти великие дни страстные дни страстной недели заканчиваются величайшим торжеством величайшим праздником величайшей победой Христа над смертью пройдет несколько мгновений после страстной великой субботы и вся церковь после крестного хода в едином ликовании в едином порыве в едином торжестве веры громогласно на всю вселенную так что услышат даже и земной и небесный ангельский мир провозгласит гимн нашей с вами победы над смертью Христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ и сущим во гробе живут дарова в Христос воскресе воистину воскресе провозгласит вся церковь и с этого начнется великий праздник светлого Христово воскресения светлой Пасхи Христовой у многих святых отцов церковь уподобляется и ассоциируется с раем в котором есть много много цветов и благоухающих растений и вот так великий пост с этими службами с неделями с богослужениями с молитвами собирается в один единый благоухающий букет букет красоты духовной жизни который служит все только одному преображению человеческой души ее изменению чтобы мы вкусили этого духовного рая этой духовной сладости сказалось бы несовместимые вещи пост и сладость но апостол Павел говорит дух бодр а плот не мощна и сколько тает тело столько дух обновляется полная противоположность мы потрудились с телом а душа празднует и ликует и все богослужения весь церковный устав весь порядок службы только к одному к созиданию к обновлению к оздоровлению к просветлению человеческой души и возблагодарим Бога за то что нам дан великий пост для того чтобы мы с вами поднимаясь по ступеням духовного восхождения приблизились к этой вершине к вершине всего богослужебного года который именуется и составляет сущность нашей с вами христианской жизни и христианского упования к празднику светлого Христова воскресения и возблагодарим Господа что нам дана такая красота великого поста его службы молитвы богослужения которые возводят нас к духовной высоте изо дня в день из недели в неделю подымая нас от земли к небу по этим ступеням духовного восхождения к сияющей благодатной святозарной вершине которая венчает весь наш год и всю нашу с вами жизнь к празднику светлого Христова воскресения который дарит нам вечную жизнь радость бытия счастье жизни дарит нам веру надежду истину и любовь Божию аминь до новых встреч дорогие друзья дорогие телезрители благословение Божие да пребывает со всеми вами аминь и аминь 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 да